МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Седатель Курской областной думы Татьяна Воронина. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Добрый вечер, Юля. Телезрителям я напоминаю, мы работаем в формате прямого эфира, так что можете смело звонить в студию по телефону 70 35 15 и задавать интересующий вас вопрос нашей гости. Также наш эфир транслируется на сайте 7info.ru. Свои вопросы можете смело оставлять и там. Также телезрителям я предлагаю принять участие в интерактивном опросе, и тема, которую мы вынесли сегодня на обсуждение, звучит следующим образом. Чувствуете ли вы заинтересованность работодателя в вашем профессиональном росте? И два варианта ответа. Да, он создает условия и нет, экономит ресурсы. Голосуйте, нам очень интересно ваше мнение. Итоги интерактива мы подведем в конце эфира. Татьяна Евгеньевна, предлагаю сразу посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги, о Среднерусском экономическом форуме и Курской коренской ярмарке, а потом сразу предметно поговорим. Хорошо, Юля. Строители презентовали планы преображения города, макет молодого поселка Северный. Аграрии подготовили пушистую экспозицию кроликов разных городов. Рядом научные разработки студентов и молодых ученых. Все это, а также достижения в культуре и спорте, прибыль от вложения человеческого капитала. Знаете, меня очень поразила наша молодежь с вами. Такие инновационные проекты, которые представлены, и представлены не одним и только университетом, представлены разными университетами. Поэтому это порадовало. Особенно заинтересовал гостей новый молодежный проект «Губернаторская тысяча». Механизм отбора и продвижения молодых профессиональных управленцев от 25 до 45 лет с целью модернизации региональной экономики. По десяти выбранным нами кластерам. Это строительство, финансы, образование, спорт, малый бизнес, промышленность, медицина и так далее. На форуме звучало мнение. Для того, чтобы иметь востребованные кадры, нужно растить их со студенческой скамьи. Есть как бы три этапа. Это кого мы учим, чем мы учим и для кого учим. Вот если мы все это в этой цепочке грамотно будем делать, в первую очередь, если начинать с конца, то надо понять вообще, что бизнесу нужно, кого бизнес ждет, какие специальности востребованы, с каким уровнем подготовки. На мероприятие прибыло более тысячи человек. Приятной неожиданностью стал приезд гостей из Донецкой, Харьковской и Сумской областей Украины. Среднерусский экономический форум был отмечен не только презентаций отдельных проектов, но и целых городов. Деловые круги Санкт-Петербурга делегировали в Курск представители 15 предприятий, готовых работать с курянами. Молебен перед главной святыней нашего города – иконой Божьей Матери Знамени. Год от года Куринская становится богаче. Ярмарка – это праздник, на который, как и сотни лет назад, люди съезжаются, чтобы себя показать на других, посмотреть и провести несколько часов, путешествуя по бесконечным торговым рядам, где приобрести можно абсолютно все – от швейной иголки до современной сельхозтехники. В 2014-м свою продукцию представили почти полторы тысячи предприятий области, 30 регионов России и 18 стран зарубежья. Для сравнения, в 2001 году не было и 40 участников. А внешний торговый оборот области увеличился с 300 миллионов до почти полутора миллиардов долларов. Значение ярмарки с каждым годом, наверное, возрастает. Вот и сегодня подготовлено и будет подписано 12 новых соглашений о сотрудничестве на разном уровне. И хотелось бы пожелать, чтобы в динамике этот процесс развивался. Восемь протоколов о намерениях, три соглашения и один меморандум. Таков урожай Курской Кринской ярмарки 2014. Взаимные интересы, совместные усилия и наработанные годами связи. Курская Кринская ярмарка уникальна. Уже 14 год подряд южные торговые ворота страны открывают новые возможности для российских и зарубежных предприятий. Татьяна Евгеньевна, ну поняли из сюжета, что центральной темой форума был человеческий капитал. Вы участвовали. Расскажите вообще ваши эмоции, впечатления, насколько это важно. В продолжении хочется сказать, что из сюжета, из тех событий, которые произошли, безусловно, сегодня Курская Кринская ярмарка является визитной карточкой нашей области и своего рода индикатором инвестиционного развития нашего региона. Это очень важно. И, как уже было сказано, что с каждым годом ярмарка набирает обороты. Даже вот если проследить, посмотреть, что когда наша страна находилась в стадии экономического кризиса, то количество участников не уменьшилось. Она, наоборот, возросла. И сегодня радует то, что все больше и больше заинтересовано в этой ярмарке зарубежных гостей, дальнего зарубежья. Это очень важно. То есть сегодня деловое сообщество, оно очень интересует эта ярмарка. И мы сегодня, наверное, должны в первую очередь сказать слова благодарности своим предкам и вот тому развитию, что получила эта Кринская ярмарка. Ну и, безусловно, Среднерусский экономический форум, он также набирает обороты. Это третий. И вот, как вы уже сказали, самая главная тема была – это развитие человеческого капитала. Это, наверное, самое важное. Потому что, наверное, у каждого цивилизованного государства самым главным достоянием, конечно же, это является его граждане. И вот именно это есть основа и экономики, и культуры, и развития гражданского общества. Поэтому вот такая тема, она была затронута на Среднерусском экономическом форуме. И мне пришлось также поучаствовать в этом Среднерусском экономическом форуме. Вы, вот, я так знаю, там много было пленарных заседаний, круглых столов. Каких вы участвовали? Я участвовала конкретно в пленарном заседании. Мне хочется, как бы, вот именно тема как раз и о привлекательности нашего региона, то, что касается инвестиций. Это очень важно, потому что наша Курская областная дума, мы этим вопросом занимались на протяжении всего года прошлого. И вот те ряд законов, которые приняты об инвестиционном фонде, это как раз вот то, что нужно сегодня для привлекательности нашего региона, для вложения инвестиций в наш регион. То есть, насколько будет привлекателен наш регион, поэтому созданы сегодня условия для инвесторов, и на сегодня действует 60 соглашений, конечно же, это очень хорошо. Но почему именно вот сегодня это настолько актуально, вот привлекательность инвестиционная в том числе нашего региона? Ну, почему сегодня? Потому что мы подошли к этому. Сегодня очень важно, вот как в самом начале сказано, думать о будущем нашей страны. О будущем, безусловно, это молодое поколение. И, наверное, каким оно вырастет, это тоже очень важно. И чтобы говорить вот о человеческом капитале, наверное, в первую очередь, можно сказать, оно состоит из нескольких составляющих. Основное, конечно, это образование. Потому что сегодня, получив образование, очень важно, чтобы молодой человек нашел дальнейшее развитие. То есть, он устроился на работу. И сейчас на новых предприятиях, безусловно, это новейшее современное оборудование, новые технологии. И здесь совершенно должна уже новая подготовка молодого человека. То есть, он должен следовать времени. Поэтому в Курской области этому уделяется огромное внимание. И, в первую очередь, вот создание таких кластеров. То есть, студент, он должен с самого первого курса уже знать, что он будет работать на том или ином предприятии. И участвовать во всех этих проектах. Это проходить через лаборатории. Быть на этом предприятии, конечно, это очень важно. И у нас уже такой опыт есть. И хочется сказать об опыте таких наших предприятий, как атомная электростанция, как фармлек, средства тоже очень большая. МРСК, центр, тоже такая работа проводится. Завод электроаппарат. И хочется сказать, что вот такая работа проводится, и, конечно, совместно с ВУЗами. Это очень важно. Второе направление немаловажно, если мы говорим о бизнесе, о привлекательности, это развитие социального бизнеса. То есть, не только, что должен быть уровень заработной платы соответствующий, но и должны какие-то здесь быть преференции для работников. То, что касается их оздоровления, их обеспечения жильем, это очень, конечно, важно. То есть, вот это основные такие составляющие, на мой взгляд. Я телезрителям напомню, у нас именно этому вопросу посвящен наше интерактивное голосование. Вот как раз, что касается человеческого капитала, и предлагаю все-таки зрителям подключиться к голосованию. А вот к обсуждению тоже у нас телезрители постепенно подключаются. Вопрос на сайт у нас есть. Антонина Серебрякова. Вы проводили прием, я записалась на него, но у меня по сложившимся обстоятельствам не получилось прийти. Можно ли письменно к вам обратиться с проблемой, и как это сделать? Ну, конечно же, можно, безусловно. И нам очень много поступает письменных обращений. Мы стараемся на всех отвечать. Мы просто обязаны отвечать. Поэтому Курскую областную думу, можно написать обращение на председателя, оно обязательно будет рассмотрено. Переживаю телезрители. Вот часто, вот насколько демографическая ситуация может сделать привлекательным регион, вот на ваш взгляд. Часто слышим о том, что нужно улучшать демографию. Понятно, что с точки зрения бизнеса можно сделать инвестиционно привлекательный регион. А вот с точки зрения такой вот... Ну, как я уже в самом начале сказала, что самое основное для государства – это его граждане. Если говорить сегодня о той законодательной базе, которая сформирована сегодня в целом на федеральном уровне, это поддержка в первую очередь семьи, материнства, детства, детей, которые оказались в трудной ситуации, она на сегодня сформирована, безусловно. Поэтому вот те меры, которые дополнительно к федеральным законодательствам, конечно, они принимаются в Курской области. И мы сегодня просто можем констатировать те факты, что сегодня наш регион, он как бы говорит о том, что в нашем регионе комфортно жить. То есть мамочка может спокойно рожать второго, третьего ребенка, потому что есть меры поддержки. И в нашем регионе увеличивается количество молодых семей, количество многодетных, приемных семей. Это как раз говорит об этом. Если говорить о мерах поддержки, то у нас на оригинальном уровне еще с 2009 года существует ежемесячное пособие на ребенка, родившийся вторым. Когда-то оно было 2000, на сегодня оно уже 5800, при рождении третьего ребенка было 3000, тоже сейчас оно доведено до уровня 5800. Конечно, это очень важно. Поддержка многодетных семей, это то, что касается коммунальных услуг, возмещения затрат по коммунальным услугам, в зависимости от количества детей, составляют от 30 до 100 процентов. Компенсация этих расходов, это тоже немаловажно. Сегодня многодетным и молодым семьям предоставляются земельные участки. Это тоже такое своего рода подспорье для молодой семьи. И вот за эти два года, с момента вступления закона, это составляет уже 700 человек. Это тоже немаловажно. Проведение газа в дом для многодетной семьи, это тоже в соответствии со смертной стоимостью до 30 тысяч. То есть оказывается такая своего рода помощь. Это материнский капитал при рождении третьего и последующих детей, и на сегодня он составляет 83 тысячи. Это и рождение одновременно трех детей, это 100 тысяч. То есть вот эти меры поддержки, конечно, они дают своего рода результаты. Но мне хочется здесь как раз сказать о той работе, которую мы проводим совместно, и законодательно, и исполнительно, и бизнес, и общество. То есть здесь в этом все вместе задействованы, заинтересованы. Конечно, это очень важно. А то, что касается 2006 года, в области целенаправленности занимаются вопросами демографической ситуации. Существует ряд программ, которые именно направлены на развитие демографии в нашем регионе. Ну и есть результаты, о которых сегодня хочется сказать, что сегодня, если говорить вот 2006 года, у нас естественно убыль населения на 60% снижена, у нас рождаемость возросла на 35%, и сегодня наша область по суммарности этих показателей занимает второе место в ЦФО. И смертность сократилась на 18%, это тоже немаловажно. И что хочется сказать, вот по итогам пяти месяцев тоже у нас хорошие результаты, у нас увеличилось рождение вторых, третьих детей. Вот как раз то, о чем я говорила, что сегодня наши мамочки не боятся рожать, они знают, что у них будут меры поддержки. Это очень важно. Ну вот вы сказали, что все должны в связке работать и законодательная, и исполнительная, власти, бизнес и общественность. Вот общественные организации, насколько у нас активно в этом направлении работают? Вы знаете, мы вот Курская областная дума 5-го САЗы считаем вообще приоритетными вопросами поддержка семьи, материнства, детства. Это очень важно. Но нет ничего главнее в жизни человека, безусловно. Это дети, это семья, это самое главное. Поэтому Курская областная дума является своего рода такой дискуссионной площадкой, на которой проходят всевозможные диспуты, слушания, и, как правило, они потом же ложатся в основу тех или иных нормативно-правовых актов. Это очень важно. И вот при поддержке Курской областной думы в 2012-2013 году созданы такие общественные организации, которые как раз направлены на поддержку материнства, детства, создание условий для наших семей, сохранение семейных ценностей. Это немаловажно. Это поддержка материнства, отцовства. Такие организации, как Национальная родительская ассоциация, Ассоциация приемных родителей. И мне хочется как бы сказать, что вот та работа, которая проведена именно общественной организацией Ассоциации приемных родителей, что у нас сегодня совместно, безусловно, с властью, исполнительной, законодательной, у нас сегодня есть результат, что за 2013 год количество у нас приемных семей выросло в три раза. Это как раз говорит об этом. Ну и вот совсем недавно, в мае, мы создали, мы уже с вами об этом говорили, что у нас такое оригинальное движение «Матери России», которое вот объединит все эти организации и, я думаю, будет работать более уже плодотворно в этом направлении. Ну вот, к сожалению, не все могут похвастаться, да, хорошими родителями. Я сейчас говорю о представителях, о воспитанниках детских домов, интернатных учреждений. Я знаю, что вы являетесь председателем попечительского совета детского дома города Курска. Вот. И на прошлой неделе у ребят был выпускной, мы вместе с вами принимали в нем участие. Давайте посмотрим сюжет, а потом тоже обсудим эту тему важную. Эти ребята окончили девятый класс, и каждому из них наверняка хотелось бы отметить важное событие в кругу семьи. Только вот они – воспитанники детского дома. Председатель Курско-областной думы Татьяна Воронина третий год организует выпускникам маленький праздник. Домашние дети ушли, наверное, с родителями в свои дома отмечать свой праздник. Наши дети ничуть не хуже. И, наверное, Татьяна Евгеньевна это понимает не только как председатель областной думы, и не только как председатель попечительского совета, она это понимает как мать. Те, кто преуспел в учебе, получают еще и стипендию от председателя регионального парламента. В этом году ее выплачивали 16 школьникам. Мы пытаемся, те, что нам деньги дают, стипендию, мы пытаемся что-то себе нужное купить, что-то для себя, может, даже подарок кому-то из друзей. Умница и красавица Лена Октябрьская в детском доме уже 6 лет. Ее папа не стала, а маму лишили родительских прав. Успехи дочки женщину не интересуют. Она мне сама просто говорила в глаза, говорит, я не хочу с тобой общаться с людьми, потому что ты отказалась. Но я просто не захотела, чтобы она, я захотела, чтобы ее лишили родительских прав, потому что мне было бы легче так. Я ее очень люблю по-своему, но то, что она пивая и до сих пор пьет, мне это не очень нравилось и не нравится до сих пор. Лена планирует поступать в педагогический колледж и в детский дом обязательно вернется работать. Кстати, теперь выпускники не покидают стены учреждения на время учебы, если им не предоставляется общежитие. Они не остаются без поддержки, пусть и чужих людей. А Лена сегодня снова будет думать о маме. Я очень хотела, чтобы моя мама меня убедила. на выпускной. Такая нарядная, красивая. Действительно, вот умница, красавица. Как жаль, что мама не видит и не может гордиться ей. Вот вы поддерживаете наверняка тесную связь и знаете точно уж каждого в лицо, в глаза. как с ними общаетесь? Да, дети были настолько красивые, настолько вот и макияж, и платье, они все подбирали сами, такие умницы. И ты просто думаешь, ну как можно отказаться от этого ребенка? Это, конечно, конечно, очень грустно видеть такое. Мы стараемся сегодня делать все, чтобы еще на раннем возрасте ребенок вернулся в семью, потому что вот сейчас Елена говорит, что, конечно, она любит свою маму, безусловно, ей хочется, чтобы вот она порадовалась, поэтому большая работа проводится, конечно, именно по профилактике сиротства, но тем не менее, дети закончили 9 классов, у них дальнейший жизненный путь, они пойдут в училище. Если говорить в целом, сколько в области, то это у нас 101 воспитанник, вот сегодня заканчивает 9 классов, 11 из них продолжат обучение в 10-11 классе, а остальные дети пойдут в систему профессионального образования, потому что там, безусловно, они будут обеспечены и жильем, но часть детей даже останется проживать также в детском доме. Хорошо, да, потому что для многих это действительно стресс сразу. Да, знаете, конечно, для них это семья, потому что те люди, вот я очень благодарна, те люди, которые работают в детском доме, они, конечно, вкладывают душу, сердце в этих детей, но и дети это понимают, потому что вот спустя уже некоторые годы, они пишут письма, у них тоже бывают всевозможные ситуации, главное, чтобы эти дети не обозлились, вот мы им этого желаем, потому что чтобы они дарили людям тепло, заботу, любовь, чтобы им это все возвращалось. Конечно, это был и немножечко грустный праздник, почему? Потому что, безусловно, они выходят из стен, они не знают, что их ждет будущее, они расстаются со своими учениками, со своими педагогами, педагогами, ну, мы сказали хорошие им слова, а то, что касается вот стипендий, да, это каждую четверть мы поддерживаем детей, вы знаете, я очень им благодарна, потому что когда-то мы начинали с двух учеников, и сегодня вот, Лена уже сказала, 16, то есть как бы есть результаты, это небольшая сумма, но это ребенок, который может потратить конкретно для своих нужд, это, конечно, очень важно, ну, и мне пришлось также побывать еще на выпускном бале вручения аттестатам в 44-й гимназии, порадоваться за наших ребят, прекрасные, отличные результаты получили, обучающиеся 44-й гимназии, здесь хотелось бы также сказать о том вкладе, который вложили педагогический состав и лично директора этого образования, образовательного учреждения Зоя Петровна Богдановская, конечно, впечатляют, трое ребят, которые получили по единому государственному экзамену по литературе, русскому, химии, 100 баллов, конечно, есть чем гордиться, да, и в этой гимназии у них результат гораздо выше результата, который сложился у нас в целом по Курской области. Татьяна Евгеньевна, мне подсказывают, что у нас есть звоночь в студию, здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте, звонила вам с Октябрьского района, сейчас очень сложная ситуация с Украиной, очень много беженцев. В нашей районной больнице живут семьи с детьми, детей очень жалко, есть очень маленькие и постаршие ребята, которые уже в сентябре в школу должны ходить. Как-то решается этот вопрос? Ну, безусловно, у нас то было два пункта, сейчас эти пункты для беженцев увеличились, это у нас дом ветеранов труда, где проживает там сейчас 29 человек, вот Октябрьское ЦРБ, школа-интернат номер один, школа-интернат номер четыре, вот буквально совсем недавно поступило 200 детей. Безусловно, это такой очень важный вопрос, вот совсем недавно, пять дней назад, мама у нас родила в перинатальном центре, замечательную девочку, для нее это четвертый ребенок, мы от нашей общественной организации «Матери России» сходили ее проведали, купили ей подарок для выписки для ребенка, и очень рады, что так у нее все получилось, они рассказывали, какие у них тяжелые и трудные ситуации, это у них четвертый ребенок, поэтому они закрыли свой дом и уехали. И сейчас, конечно, очень важно, чтобы и у нас депутаты Курской областной думы, главный брат, нашей областной больницы, тоже включился и Комитет здравоохранения, чтобы обследовать деток по состоянию здоровья, потому что дети все-таки перенесли ей стресс, и вот этот переезд, это очень, конечно, важно. Поэтому мы сейчас включились все. Не бросают, слава Богу. Нет, конечно. Средители не волнуются, да? Нет, вот сегодня буквально связывалась с одной женщиной, она онкологически больна, поэтому ей тоже требуется помощь, вот завтра мы ей будем организовывать встречу в нашем онкологической больнице. Поэтому я думаю, что ни один человек без внимания не останется. Это очень важно. Татьяна Евгеньевна, время нашего эфира подходит к концу. Предлагаю подвести итоги нашего интерактивного голосования. Посмотрим, что у нас с цифрами. Напоминаю, телезрители отвечали на вопрос, чувствуете ли вы заинтересованность работодателя в вашем профессиональном росте. И вот какие у нас результаты. 53% позвонивших считают, что работодатель им создает все-таки необходимые условия для роста, вкладывает ресурсы в человеческий капитал. И 47% считают, что работодатель экономит на них. Как можете прокомментировать? Ну, я все-таки рада, что такой вот показатель, что многие считают, это люди, которые непосредственно встречаются. Это очень важно. Мы об этом как раз говорили, чтобы работодатель вкладывал своего работника. Потому что, если этот работник на хорошем счету, если он, безусловно, вносит весомый вклад в развитие того или иного предприятия. Сам работодатель получает от этого хорошую прибыль. Прибыль и пользу. Татьяна Евгеньевна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Телезрителям, я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова